Есть при этом, допустим, тема того же голода, то есть, к которой как нужно относиться, да? То есть, есть в любом случае поиск виноватых, да? И есть там самые различные оценки и схватки дискуссий по этому поводу. В обществе все-таки есть, ну, я говорю, я не вижу в этом ничего страшного, лишь бы они велись в цивилизованных рамках. Все-таки без дискуссии развитие невозможно. И если мы сейчас начнем всем закрывать рот, ничем хорошим это не закончится. То есть, когда Советский Союз там нарисовал когда-то, стал рисовать идеальное прошлое, да, они в конце концов поверили в это идеальное прошлое, и история вообще прекратила вообще какой-то практический смысл иметь, да? То есть, если бы... Я вот помню просто такой пример. В детстве, да, я помню, как взрослые люди очень сильно удивлялись, когда начались столкновения в Азербайджане, в Нагорном Карабахе, да, между армянским и азербайджанским населением, и все говорили, как же так, мы же всю жизнь, все мирно жили, вот все национальности всегда были в мире. И почему это произошло? Потому что советская история об этом говорила и навязывала людям. На самом деле, реальная история показывала, что у этого конфликта многовековая предыстория есть, и он зрел, и он был там в скрытой форме, и в советское время он никуда не делся. И в конце концов это сыграло дурную шутку, когда решили его не замечать, решили его вычеркнуть, да, там... Говорить, что все прекрасно. Да, очевидная вещь. Поэтому... В историях наших народов все прекрасно. Да, это такие болезненные точки, если их игнорировать, это тоже может выйти боком. Ну, то есть, вот это вот неудобное прошлое, на самом деле, его нужно говорить, проговаривать, да? Проговаривать, и, ну, естественно, проговаривать его, я говорю, все-таки давать возможность проговаривать его в цивилизованных рамках, а быть там серьезным, объективным исследователем, да, там, больше, чтобы люди понимали сложность. Вот, я считаю, что вот, в принципе, вот Радик, они часто говорят, что вот, допустим, изначально дается какой-то материал, скажем, учеными, да, или исследователями какой-то материал дает, потом вот это все выходит в массы, и потом люди сами уже обрабатывают это, перерабатывают, и в том числе через искусство, например, вот недавно вышел, да, из Султана Сеитова, я еще не смотрела, но говорят некоторые, что там недостаточно полно показано, кто-то, видимо, ожидал что-то типа документального фильма или еще что-то, но имейте в виду, это вот такие вещи важны, вот то, что мы через разные призмы много раз вот это обсудим, прочувствуем, переговорим, и потом каждый придет к своему какому-то пониманию, и как минимум мы будем знать, что это точно было, и тебя, ну, тебе не говорят нагло в глаза, что нет, этого не было, или там молчи, ты не должен об этом говорить. А я, вот знаете, вот можно много, по-разному относиться, например, к западным, западным ценностям и так далее, но вот что мне нравится на Западе, они вот каждую тему уже прям по 500 раз все обсудят, и разные фильмы, и уже потом фильм фильма, уже переделывают уже этот фильм, потом эту книгу перепродумывают, еще что-то, то есть настолько перерабатывается, что это в конце концов перестает болеть, ну, хотя, да, есть такие моменты, которые все-таки тоже не до конца, да, про типа гражданской войны. Но я имею в виду, что, блин, это так классно, когда это через искусство, и вот почему это сработало, например, с Ириной Каратовной, да, когда их клип вышел, потому что никто же до этого в искусстве это так не показывал, да, это было немножко по-детски наивно, где-то было напихано иногда несвязанные вещи, но тем не менее это была попытка осмыслить то, что произошло, и поэтому это людям зашло. Ну, то есть должна быть такая, как Радий сказал, серьезные историки должны думать, то есть такая академическая история, да, которая вот все эти, которая имеет абсолютную свободу, но и в публичной истории, должна быть публичная история, да, в которой не только обязательно даже учебник, да, а вот какое-то другое осмысление. В любых медиа, да. В любых медиа должны об этом говорить. Но мы сейчас находимся, геополитическая ситуация достаточно сложная, да, и мне кажется, вот в этой, глядя вот на то, что происходит там, мне кажется, вот этот вот постоянный ресайклинг, вот каких-то травм, в том числе, в том числе голодомора, несмотря на то, что это было, несмотря на то, что это, но мне кажется, вот какая-то зацикленность на этом, и вот построение своей субъектности на какой-то жертве, да, ну вот то, что мы жертвы, мы вот этого, оно тоже чревато, да, то есть оно как-то, вот как-то надо держать баланс, да, с одной стороны проговаривать, с другой стороны не впадать вот в такую, как бы, бесконечный ресайклинг. Но мне кажется, знаете, в чем отличие, вот наше, например, вот именно ашаршалок у нас еще не было, то есть вот буквально последние годы, и мы тоже часто разговариваем уже между собой, и многие говорят, что какое-то было такое негласное табу на изучение и вообще поднятие этой темы. Получается, вот несколько лет назад начали вот эти публиковать архивные материалы, в том числе вот Сенат, да, получается, как там, не знаю, комиссия по реабилитации. Да, в общем, они начали это опубликовать, и вот тема начала немножко оживать, кто-то там начал изучать, то вот, по-моему, Жамбулат Мамай снял, потом Досом Садпаев что-то снял, тут вышло как раз у Сары Кэмерон, то есть это все, ну, как-то вот, типа, как будто бы дали, ну, разрешение, или что я не знаю, наконец-то, да, то есть получается, да, в отличие от Украины, мы все эти годы не говорили об этом. И мы, и у нас нету, и мне кажется, я не чувствую ни у кого потребности кого-то обвинить, но обсудить, потому что оно вот так, типа, вот так идет, именно из-за того, что оно до конца вот так не обсудится, из-за этого, кажется, оно будет еще столетиями продолжаться. То есть нужно один раз всем дать возможность. Напишите, расскажите, вспомните все, и потом уже успокоятся. Да, я знаю, что демографы, например, они тоже свои статьи пишут, они там об этом тоже рассказывают, но это оно без политической вообще окраски, абсолютно, оно просто чисто демографические статьи. Спасибо.